Ширли Мэйсон, американская актриса эпохи немого кино. Лиане Флаградт родилась 6 июня 1900 года в семье Эмиля и Мари Флаградт. Вместе со своими сестрами Эдной и Вирджинией она стала актрисой по настоянию своей матери. Вместе с Вирджинией Биола Дана Мэйсон дебютировала в фильме «Рождественская песня» 1910 года. На тот момент им было 10 и 13 лет, соответственно. Будучи ребенком-актером, Мэйсон не пользовалась большим спросом. Успех в ее карьере не был замечен вплоть до 1915 года, когда она снялась в фильме «Венити Фэйр». В 1917 году ее карьера пошла в горы после того, как она тогда снялась в 13 фильмах и получила главную роль. В 1920-е годы Мэйсон продолжала свою актерскую карьеру и сыграла несколько главных ролей. В 1929 году она сыграла свою последнюю роль в фильме «Флайн Марин», появившись там вместе со своей сестрой Виолой. С 1910 по 1929 годы она сыграла в 109 фильмах. Сестры Флагрот были талантливым трио, и все трое в значительной степени играли в кино. Родившаяся в 1893 году Этна была старшей в семье и единственной сестрой, которая снималась в кино под своим настоящим именем. Родившаяся в 1897 году Вирджиния взяла себе псевдоним Виола Дана. Лианя была самой младшей из сестер и при работе в киноиндустрии взяла себе имя Ширли Мэйсон. Мать сестер Флагрот в свое время мечтала о театральной карьере, и по ее настоянию все три сестры были зачислены в танцевальную школу. Большую часть своего детства сестры провели на гастролях, выступая на Кони Айленде и в других местах. В итоге старания матери окупились. Все три сестры подписали контракт с кинокомпанией Edison Studios. Виола познакомилась со своим мужем Джоном Коллинзом, работая в Edison, и в итоге молодой режиссер и актриса стали коллегами по цеху и парой. Эдна также познакомилась со своим мужем Харальдом Шоу, работая в этой студии. Впоследствии они поженились, а позже Харальд основал British Film Company. Мужем Ширли стал актер и режиссер Бернард Дурнинг. Несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, они поженились, когда Мэйсон было всего 16 лет. Брак продолжался до 1923 года, когда Бернард скончался от брюшного тифа, оставив 22-летнюю Ширли вдовой. В 1927 году Ширли вышла замуж за режиссера Сидни Ланфилда. Они прожили вместе до 1972 года, когда Ланфилд скончался от сердечного приступа. Ширли Мэйсон скончалась 27 июля 1979 года.